День Города Подготовка к сентябрю на правительстве Павел Малков поручил активно готовиться к школьному сезону. Подготовка к сентября «Тайфун» встроена блокировка обратного всасывания, что снижает риск перекрестного инфицирования до 80%. Наконечники «Фотон» и «Зубр» – оптимальный выбор для здоровья пациента. Магазин «Медтехника» на Есенина, 72-2. Телефон 27 07 07. 27 07 07. Запчасти и гарантийный сервис в Рязани. Чем ближе к осени, тем больше жалоб на систему ЖКХ. Однако в этот раз рязанцы говорят не о протекающей крыше, а наоборот о текущем подвале. В ситуации разбиралась Кристина Бочкарева. Вот смотрите, вот до середины ступенек туч на нас. А вот он на стене прям уровень, вот видите, вот. Ужасное состояние этого подвала периодически дополняют канализационные стоки. По словам местных жителей, управляющая компания на ситуацию реагирует не сразу, но воду все-таки откачивает. Хотя глобально ситуацию это не меняет. Они приезжают, откачивают, а вода снова прибывает. То есть проблема не решается. Откачивают только воду. Вероятно, какие-то проблемы с трубами, с канализацией, еще что-то. Но это уж мы не знаем. Еще опасение у всех вызывает, что у нас там электрощиток. И до него остается 15-20 сантиметров. Когда вот в выходные поднимается, страшновато. И мы бы хотели, чтобы эту проблему решили, осушили наш подвал, очистили, продезинфицировали. Потому что все равно все вот эти запахи никуда не деваются. Кроме опасности короткого замыкания, залитый нечистотами подвал создает и другие проблемы. Тошнотворный запах вместе с дискомфортом наносит реальный ущерб здоровью. Я жительница 4-го подъезда. До нас доходит запах. Зловодный вот этот запах. От которого дико болит голова. И себя мы вот так вот, я, например, вот с таким уже ремитом, вот от этого запаха. Какой-то даже, наверное, аллергия. Вот сейчас бегу в поликлинику. Может быть, надо трубу поменять канализационную. Хотя вот фонд капремонта мы смотрели. Значит, ремонт подвалов на следующий год запланирован, 25-й. А вот ремонт водоотведения канализации, 26-28 год. То есть сделают капремонт подвала. Его до 28-го года еще не раз зальет. Потом сделают канализацию, но ремонт подвала уже делать, конечно, никто не будет. О том, почему проблемы устраняют лишь на время, мы решили выяснить в управляющей компании. Там нам объяснили, дескать, вода в подвал поступает из-за засора внешнего водоотведения, которое находится в ведомстве водоканала. Письмо туда управляйка уже направила. В ближайшее время специалисты водоканала соберут комиссию для того, чтобы разобраться в ситуации. Мы, в свою очередь, продолжим следить за этой историей. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Казалось бы, только вчера рязанцы возмущались по поводу неработающих кондиционеров в общественном транспорте. А теперь тем уже другая. В этот раз обращения поступили по поводу протекающей в дождь крыши. Как говорят пассажиры, от дождя не спастись ни на улице, ни в транспорте. Этими кадрами с нашей редакцией поделились жители города. Здесь видно, что во время ливня вода капает с потолка и сочится через окна. Пассажиры 17-го автобуса засняли внутренний дождь буквально на днях. Но случай не единичный. В администрации ситуацию нам пояснили, что протекание крыш и окон в старом транспорте связано с повреждением у площади. От нителей люков, окон и нарушением герметизации корпуса из-за многолетней эксплуатации. На новом подвижном составе такие неисправности могут проявляться из-за заводских дефектов. Но в любых случаях транспорт ремонтировать стараются быстро. В рамках гарантийных обязательств и силами ремонтной мастерской МУП города Рязани управления Рязанского троллейбуса течь крыш и окон устраняются в максимально короткие сроки. На сегодняшний день в муниципальном предприятии зарегистрированы две заявки на ремонт течи крыши и форточки. Осенние ливни, конечно, скорее всего помогут выявить больше машин с дефектами. Но переживать не стоит. В администрировании заверили, что реагировать на такие случаи будут быстро. Анастасия Армитриевимов, телекомпания «Город». Рязанская область активно участвует в оказании помощи Курской области. Собираем деньги, гуманитарную помощь. Формирует груз для Курской области штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Сегодня отправили до места назначения. Груз сопровождают сотрудники регионального исполкома. Собрали больше 20 тонн одежды, предметы личной гигиены, продукты, питьевая вода. Около полусотни единиц бытовой техники, холодильники и генераторы. Со слов благодарности неравнодушным гражданам, губернатор Рязанской области Павел Малков начал заседание правительства. После перешли к повестке дня. Начали с поручения губернатора. Вначале к Минцифре. Про интернет и связь в Захаровском районе. Заместитель министра ответил, что в ноябре планируется запуск новых базовых станций в двух населенных районах. В СМЕНЕ по федеральной программе и в селе Остроухово по региональной. В целом замминистра рассказал, что устойчивая мобильная связь появится в 17 населенных пунктах, где проживает порядка 4,5 тысяч человек. 5 августа начался очередной этап всерочистского голосования по выбору населенных пунктов, в которых появится мобильная связь в 2025 году. Голосование проходит как на портале госуслуг, так и жители могут подать свои заявки, в том числе коллективные, через отделение почтовой связи. И вот, пользуясь случаем, хочу обратиться к главному администрации, активизировать работу с населением по участию в голосовании. Да, спасибо. Коллеги, надо активнее всех привлекать к участию в голосовании на портале госуслуг, потому что, когда я разговариваю с министром цифрового развития, Шадайовым Максутовичем, он мне всегда задает вопрос, а где вот тебя там на госуслугах-то? Никто не голосовал, значит, и связь особо не нужна. Поэтому давайте здесь активнее вовлекаться в эту работу. В следующем году планируют отремонтировать дом культуры в селе Федякино, что в Рыбновском районе. Глава администрации Елена Минкова сообщила, что муниципалитет примет участие в федеральном партийном проекте. Сметная документация на ремонт фасада и внутренних помещений готова. Следующее обращение касается благоустройства. Жители Кораблино жалуются, что в центральном парке лежат спиленные деревья и ветки, а живая изгородь требует ухода. Больше двух метров в высоту. При этом половина парка благоустроена по федеральной программе. Здесь появилось современное оборудование. Хорошо, что у нас появляется новое благоустроенное пространство. Хорошо, что участвуете в конкурсе, рассчитываете дальше расширять новое место для отдыха, по сути. Но плохо, что мы не поддерживаем в хорошем состоянии то, что сделали, и то, что даже еще не сделали. То, что второй год лежат спиленные деревья, ну, извините, это не выдерживает никакой критики. Коллеги, я сейчас обращаюсь ко всем. Вот просьба. Понятно, приятно делать какие-то новые пространства, открывать их торжественно. Но, на мой взгляд, намного более важно все поддерживать в хорошем состоянии. И те пространства, которые мы сейчас создали, и те, которые пока еще требуют благоустройства. Ну, просто элементарный порядок. Окашивать траву, убирать спильные деревья, вовремя убирать сухие деревья и прочее. Но это надо делать в постоянном режиме. Поговорили и про Новопавловскую рощу. Так, глава администрации города Виталий Артемов рассказал, что в рамках благоустройства появились ухоженные тропинки и современная система освещения с видеокамерами. Детская и баскетбольные площадки, зона выгул у собак. На следующем этапе предстоит обновить ограждение, сделать зону отдыха у воды. Также по инициативе граждан принято решение дополнительно создать у парка автопарковку. Закончили традиционным обращением из социальных сетей. На первом месте жалобы на систему ЖКХ, точечное отсутствие водоснабжения. А вот на втором и третьем, что называется предсентябрьские жалобы, пишут о неотремонтированных подъездных дорожках к школе и очередях в медучреждения для получения справок. Чуть больше двух недель осталось до первого сентября, поэтому подходы к школам это приоритет. Все, что касается школ, подготовки к учебному году и в том числе всех подъездных и подходных путей. Смотрите, пожалуйста, еще раз внимательно. Две недели – это еще тот срок, за который можно многое успеть сделать. Все обращения из социальных сетей поступают главам муниципалитетов. И каждый уже отрабатывается отдельно. Сотрудники полиции задержали иностранца-наркокурьера. План у него был огромный – сделать в Рязани около 200 закладок с героином. Получилось ли у него – расскажем далее в сюжете. А вот эксперты знают. Внутри героин общей массой 75 граммов. Изъяли его у приезжего иностранца. Оказалось, что мужчина – курьер нелегального интернет-магазина. Да и работает по всей стране, говорят полицейские. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по московскому району города Рязани и госавтоинспекции на въезде в Рязань остановили легковой автомобиль, в котором находился 24-летний гражданин государства Средней Азии. Оперативники провели личный досмотр мигранта и обнаружили в его сумке 200 свертков с порошкообразным веществом. Как удалось выяснить полицейским, эти самые 200 свертков он планировал разложить по закладкам. Притом, не только в Рязани. Закладчик-то он межрегиональный. Так что арендовал автомобиль и поехал в тур по стране. Какие еще в города ездил? Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу. В Новомичуринске открыли памятник погибшим в зоне СВО. Сделали это благодаря программе поддержки местных инициатив. Обелиск выполнил рязанский скульптор Олег Седов. С момента начала специальной военной операции в зону боевых действий из Пронского района было мобилизовано порядка 300 человек. Среди них есть погибшие. Символ уважения и благодарности тем, кто отдал своей жизни за мирное будущее России. Так называют местные жители вот этот обелиск погибшим бойцам СВО. Все очень хотели, что был этот мемориал. Сделали его очень красиво, очень интересно. Мемориал как живой человек. Слова соболезнований и благодарности родственникам и особенно родителям, воспитавших таких детей, которые свою жизнь отдают за нас с вами. И за вас, и за меня в том числе. Это они герои все, которые здесь лежат и которые сейчас находятся на СВО. И им честь и слава всем. Установить памятник погибшим бойцам СВО предложили родственники военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции. Инициативу поддержала местная администрация и правительство Рязанской области. Проект разрабатывали около двух лет. Общая его стоимость порядка двух с половиной миллионов рублей. Самое главное то, что необходимость этого памятника, она наболела. Потому что с инициативой выходили в течение полугода родственники погибших военнослужащих. И, в общем, это, скажем так, совместное решение. Родственников погибших, администрации района, администрации города, в том числе при поддержке губернатора Рязанской области, вот было сооружено этот памятник не только в память о тех, кто погиб, но и для того, чтобы ныне живущие просто подошли к этому памятнику и подумали, как мы живем, что мы делаем. Памятнику отвели место на Аллее Славы местного кладбища. Скульптором обелиска выступил Олег Седов. По задумке автора образ мемориала собирательный и представляет собой бойца в полной военной выкладке. За его спиной разорвался снаряд. Отведя руки назад, солдат заслоняет нас от опасности с иной собственной жизни. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанской области снова можно поймать солнечный ветер или северное сияние. Какое название, кому проще. Снимками в соцсетях щедро делятся счастливчики, которые успели заметить цветные всплохи на небосводе. В последнее время для нашего региона сияние уже не диковинка. Хотя еще несколько лет назад Аврору могли наблюдать только ближе к полярному кругу. Кроме того, прямо сейчас пик потока Персид. Метеоритный поток, который дарит жителям Земли яркий звездопад интенсивностью 100-150 падающих звезд в час. Первые редкие метеоры этого потока появляются каждый год 17 июля. Последние вспыхнут 24 августа. Максимальная интенсивность потока традиционно приходится на две ночи. С 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. В это время количество светящихся метеоров может быть и 100 и даже 150. Метеоры летят со скоростью около 210 тысяч километров в час и начинают загораться на высоте в 70 километрах над Землей. Некоторые, наиболее крупные, будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие светящиеся дорожки. Бывалые наблюдатели справедливо рекомендуют любоваться звездопадами за городом, там, где небо темнее. Телескоп или бинокль не понадобятся. Метеоры хорошо видны невооруженным глазом. Помешать наблюдению за падающими Персидами могут только облака. Уже в древности регулярному появлению звездных потоков придавалось мистическое значение. Наши предки советовали загадывать желание на падающую звезду и верили, что оно обязательно сбудется. Попробуйте и вы. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова